Всеволод, здравствуй! Добрый вечер! Я тебя отлично и вижу, и слышу. Отлично, я тоже. Меня нормально? Да, всё хорошо, да. Видно, слышно. Супер! Мы сейчас буквально 30 секунд подождём, пока твои ребятки тоже подключатся. Им тоже сейчас придёт уведомление. И стартуем. Расскажи пока, у тебя утренняя тренировка сегодня была тяжёлая? Или уже снижение? Конечно, снижение уже. Всё. Уже поздно работать. У тебя из ближайших планов и Россия, и сальников? Да. Очень удобно. В одном городе. Без отъезда. Может быть, для этого как раз и сделали. Так, рядышко. Да, на самом деле, очень удобно. Так, ну что, будем стартовать. Всеволод, прежде всего, хочу сказать тебе спасибо, что принял моё приглашение на участие в интервью. Для меня это очень ответственно и интересно. Я тебя представлю. Мой сегодняшний гость. Всеволод Занько. Мастер спорта международного класса. Участник Олимпийских игр. Участник Чемпионатов мира и Европы по длинной воде. Бронзовый призер этапа Кубка мира. Победитель этапа коммерческой серии Мораностро Монте-Карло 16-го года. На чемпионатах России 10 раз выигрывал. 2 серебра, 4 бронзы. 2 золота и 4 раза в призах на финале Кубка России. Восьмикратный чемпион Москвы. Чего, возможно, ты сам не считал раньше. Ну и, конечно, нельзя не сказать, что по юниорам чемпионы трехкратный призер чемпионата мира. Среди юниоров. 3 раза золота и 2 серебра на чемпионате Европы по юниорам, на фестивале Европейском юношеском золото и серебро. Первенство России 3 золота. И нельзя не сказать, что еще проводятся в декабре детские соревнования по короткой воде, 4 золота и 6 других медалей. Ну и, конечно же, мастер спорта международного класса. Серьезно подготовились. Я очень старался ничего не упустить. Спасибо. Сами мы особо не считаем, на самом деле, эти вещи. Такие рабочие моменты. Ну это приятно. Спасибо. В этом моя задача заключается. И мне кажется, что вот как раз ты как спортсмен, это говорит в твоей здоровой психологии, что ты не зацикливаешь на том, что у тебя было раньше, и вот этой глупостью не занимаешься. Это вот моя работа. Человек, который приглашает тебя на интервью. Всего участия. Всего вот. У тебя была очень крутая юниорская карьера. Это не основная часть интервью. Просто хочу с этого начать, потому что без детского спорта никуда. Эта штука очень важная. И тебе посчастливилось поучаствовать в трех международных соревнованиях каждое лето. Первый раз, я так понимаю, что твоим первым международным стартом был фестиваль, где ты завоевал серебро на 100 брас. 1,349, 48 сотых проигравший в еду, с которым спустя два года вы зацепитесь на Чемпионате мира, про это поговорим, и золото в эстафете. Хочу тебя спросить, насколько тяжело ребенку настраиваться на взрослый первый международный старт? Было ли тебе сильно страшно, не сильно, психолог, была ли с ним работа или нет? Начну с того, что психолог и психолог есть, и он работает в сборной, но нет такого, что какие-то проблемы, понимаете? Мне кажется, я не хочу сказать, что это то же самое, что и обычные российские соревнования. Конечно, уровнем они выше, это чувствуется, но какой-то особенной подготовки для этого не было. То есть мы все проходили стандартные тесты, нас вроде как настраивали, там тимбилдинг такой определенный был, но это была просто здоровая атмосфера, и мы выходили в такой, как бы в компании были, понимаете? И в целом-то это было очень приятно. Конечно, ощущалось то, что спортсмены абсолютно другого уровня с тобой рядом стоят, это не первенство России. Но мы на самом деле были все равно фаворитами, поэтому, знаете, когда ты фаворит, тебе особо не страшно, я так скажу. Поэтому, то есть для кого-то, может быть, работа с психологом была важна, для фаворитов, я думаю, не особо. Так, сейчас окно. Если я правильно понимаю, путь от мастера до международника занял два года. Мастер на первенстве России в 2010 году и международник на первенстве Европы 2012 года. Насколько тогда с тренером ставилась цель за год дойти до него, за два года, или не было таких планов, просто как шли результаты, так и шли? Нет, обычно такие цели не ставятся. Нет, конечно, такие цели, возможно, ставятся у тренеров, но они явно не были оглашены. Это, знаете, в тот момент, когда выполнил международник, я там его перебил буквально на 0,07 секунды, на самом деле. Вероятность того, что я его выполню, была не очень высокой. Это был Олимпийский год 2012 в Антверпене. Ну, то есть задачи не было, задачи были призы, но призы я не завоевал, стал четвертым. Да, совсем немножко 26 сотых не хватило до бронзовой медали на 100 раз, но зато серебро в эстафете. 4 по 100 комплекс. Да, все верно. И было ли обидно, что совсем немножко не хватило до финала на полтиннике и немножко не хватило до золота на 4 по 100? Знаете, насчет полтинника вообще ничего не помню, потому что у меня полтинник был слабый, как-то я его пропустил. Насчет сотни могу сказать, что обидно не было, потому что я видел, что выполнил международника, и для меня это было круто. То есть 16 лет международника выполнить. А насчет эстафеты, вот насчет нее было обидно, потому что мы проиграли итальянцам. Насчет итальянцев проиграли. И хотелось, конечно, их обыгрывать. Получилось. Университетная команда была. Зато все получилось спустя всего лишь год. На следующем чемпионате Европы по юниорам. Вообще, в тот год было очень насыщенное лето. Два международных старта. Сначала это была Европа по юниорам в Польше, потом чемпионат мира в конце августа в Дневных Арабских Эмиратах. И хочется остановиться на сотне, где на полотеннике ты разделил второе место с другим спортсменом 28-06 и золото на сотне. Причем на 100 вольный ты вошел в финал шестым. 100 раз. 100 раз, да. Да-да-да. Да, 100 раз. Вошел в финал шестым и в финале обыграл шведа, который за два года до этого выиграл на фестивале. У тебя совсем чуток на 100 раз. По поводу того лета мне хочется что задать, когда настолько длинный сезон, когда начинается, понятно, в сентябре, завершается в конце августа, куча стартов самых разных. Ты тогда же еще участвовал в первенстве России по юниорам, и в финале Кубка России, и чего в общем только не было. И за полгода до этого впервые плывешь из минуты в декабре 2012 года, 59-22, на всероссийских соревнованиях в Казани. Как вообще спортсмены сохраняют форму? И ты улучшал постоянно результаты в чемпионату мира по юниорам. Вот как это по тренировкам строится? Когда был самый тяжелый объем работы? Вот это такой вопрос, знаете, у нас нет такого, что как-то мы делаем прям очень сильный блок, или как-то, знаете, настраиваемся на что-то. Есть такие ребята, которые, знаете, отрабатывают, допустим, три недели, и потом уже для них вся остальная работа не кажется работой. У нас нет такого. У нас всегда, в принципе, идет плюс-минус одинаковая работа. То есть где-то, то есть таким графиком чуть-чуть наверх всегда. То есть придавливает работа, отпускаем, придавливает, отпускаем. То есть нет такого, что, знаете, какой-то блок работы, из которого выкарабкиваешься, понимаете? Вот. Поэтому результаты шли, потому что организм рос. Понимаете? То есть гормональный фон высокий, любую работу можно давать ребенку, и с ней будет эффект. Главное, что совсем жесткую не давать. То есть не было такого, что был шквал какой-то работы, то есть все было адекватно. Мне кажется, я сейчас не сильно отличаюсь от того, что было. То есть в целом нельзя сказать, что... Конечно, конечно. Да, конечно, мастерство изменилось, отношение к работе изменилось, но плюс-минус работа одинаковая. Угу. А зал, насколько много сейчас и тогда в твоих тренировках? Сейчас больше. Сейчас больше зала. То есть и занимаешься дезинтонизацией, и корпус прорабатываешь. Раньше все так, знаете... Скажем так, раньше было меньше на это акцента проставлено. Может быть, зал был, но так вот, чтобы его отдельно выделять, не было такого. Угу. А сколько, если можно... Да, да, я слушаю, слушаю. Если можно такой вопрос задать, сколько примерно сейчас раз в неделю случается зал до тренировки или до воды или после воды? Я вообще... Конечно, зал использую в целях разминки в первую очередь. А если мы говорим про развитие какой-то силы и таких моментов, то это происходит три раза в неделю, наверное. То есть, конечно, это не идет как максимальная сила, знаете, как у штангистов. Все это все-таки на плавание направлено, но тем не менее два-три раза в неделю. Сейчас, допустим, вот я сейчас вечером делал зал, это было, получается, второй зал на неделю. Ну, то есть, как вы понимаете, если вода тяжелая была, то, конечно, зал не делается. Если вода более-менее, то и надо так себя в тонус привести, то можно и зал сделать. Угу. А за сколько до соревнований прекращается зал или вплоть до самого старта он остается? У меня нет такого, как у ребят, которые идут от силы. Я зал, у меня нет, я его не особо вот таким образом контролирую. То есть, чувствую, что мышцы в тонусе, все, зал не трогаю. Как мышцы тонус теряют, то могу чуть-чуть зал сделать. То есть, буквально такой втягивающий зал, допустим, там, пресс, спина, там, руки чуть-чуть сделать, ноги, и все. То есть, нет такого, как, ну, я не буду просто называть спортсменов, есть спортсмены, которые зал делают и до соревнований, и на соревнованиях. это абсолютно другая система, и я не буду комментировать, правильно это или неправильно, но мне она не подходит, сразу говорю. Потому что, есть, я пробовал, конечно, я не могу сказать, что я эту систему пробовал на 100%, и что это было правильно, но на это нужно время, это время, это самый главный ресурс. Вот так вот. А зал нравится больше до воды делать или после воды? Проще делать до воды, потому что после этого пошел в душ, ополоснулся и спокойно выходишь, но вообще более правильно делать после воды зал. Я почему спрашиваю, тоже у разных спортсменов разные подходы, и поэтому интересно, как это происходит у самых разных чемпионов по разным способам плавания, тем более, чтобы раз очень технический вид и немножко не так лег на воду, и поэтому все может не так пойти, поэтому это очень такой координационный способ, очень сложный. Ну, то есть, если, конечно, зал разминочный, то можно и до воды. Если, конечно, в зале решаются задачи больше, чем разминка, то, конечно, он выносится в отдельную тренировку. Задают нам вопрос, почему правильно зал после? Ну, наверное, имеется в виду, что есть разные схемы подхода, и для кого-то правильно так, для кого-то по-другому. На самом деле, есть единственная схема, правильная, понимаете, все разновидности, это, мне кажется, это незнание. Правильная схема, не мешать силовой зал, не мешать разной зоне тренировки в одну тренировку, вот и все, зал и плавание, это разные зоны, вот и все. Поэтому он относится отдельно и желательно после тренировки, потому что стимулирует выброс гормонов. Все просто. Отлично. Так и запишем. Запомним, запишем. Все, Влад, возвращаясь к твоим результатам, у тебя получается довольно ровненько на протяжении всей карьеры идет и полотенник, и сотня. Многие про полотенник, в том числе Юлия Ефимова, говорят, что это относительно лотерея и что в этом смысле ей больше нравится плавать в сотню. А что больше нравится тебе, полотенник или сто? Не оглядываясь, что полотенник это не олимпийский вид, вот сама дистанция, какая тебе ближе? Так, хочу сначала прокомментировать то, что полотенник все-таки это не лотерея. Понимаете, когда на чемпионате России встают сильнейшие брасисты, прошедший чемпионат России, когда выиграл Кирилл Стрельников, понимаете, понятно было, что он фаворит. И, ну как, в лотерее не бывает фаворитов, понимаете, а тут был фаворит, значит, это не лотерея, вот и все. это высокое мастерство, это высокое мастерство, это большая сила, это безошибочное выполнение всех элементов, поэтому это не лотерея, это самое главное, не нужно так на это скидывать. Затем, то есть, скажем так, чем длиннейшая дистанция, тем выше, тем больше ошибок ты можешь совершить и отыграть на чем-то другом. Вот и все. Вот, это самая главная мысль. А мне вообще, конечно, нравится стоп-раз, потому что ошибки, к сожалению, я совершаю. Как и все. Ну, у некоторых старт намного лучше, чем у меня. Так что, если кто может мне помочь натренировать старт, welcome. Нас смотрит Кирилл, хочу сказать, что я не хотел его золотность по этой России сделать менее значимым, просто я процитировал Юлию Фимову, которая говорила в интервью, что на полотеннике очень много зависит от примерно про то, как раз ты говоришь про старт, поворот, и что может сложиться очень по-разному, и от этого, когда она выиграла на чемпионате мира в девятом году полотенник, она говорит, да, я могла выиграть, через пять минут выйти, я бы уже, может быть, это забыл бы и не выиграла. Вот, что могло и не сложиться. Но побеждать сильнейшее, это безусловно. Полностью согласен. По поводу количества стартов. Многие спринтеры говорят, что, в частности, Владимир Морозов, что форму можно набирать через старты. Кубки мира, этапы, АСЛ и так далее. Я обратил внимание, что ты не очень много участвовал в этапах Кубка мира, и Морен Острум участвовал, получается, пять раз. В пяти городах, на пяти этапах. Тебе достаточно не очень большого количества стартов, или с чем это связано? Так, во-первых, я полностью поддерживаю Владимира Морозова. Все топовые спортсмены готовятся через старты. Кириллу потом ответим. Все топовые спортсмены готовятся через старты. Во всех видах спорта. У нас, к сожалению, на этап Кубка мира не берут всех подряд. И у нас нет возможности стартовать так, как стартуют топовые спортсмены. То есть, когда ты становишься топом, ты можешь ездить на все старты. И, соответственно, лучше готовиться. Но, конечно, чтобы эта подготовка давала эффект, нужно иметь определенную, скажем так, определенный уровень тренированности, чтобы это тебе не придавливало. То есть, чтобы ты придавила и ты вышел на лучший уровень. То есть, вся легкая атлетика, допустим, она готовится через старты. То есть, у нее, как начинаются эти сезоны, летние, зимние, все сезоны, они очень-очень много стартов. То есть, то, что у меня мало стартов, это от того, что их нет. А не от того, что я не хочу их делать. Но существует, конечно, знаете, золотая середина. То есть, как в ESL, наверное, мне не подошло, потому что там очень жесткий график. Но раз в месяц меня устраивает стартовать. Это, в принципе, я считаю оптимальным. Завершая разговор про юношескую часть карьеры, нельзя не упомянуть, что тем летом на Чемпионате Европы по юниорам случилось три золота, в том числе личное на сотни, одноровно 96, а к Чемпионату мира по юниорам результат получился в эстафете по длинной воде. Понятно, что не со своего старта, но тем не менее 59-96, на 4 по 100 комплекс в миксе. И в совокупности это было золото, 2 серебра и бронзовая медаль. В том числе полотенники, сотни личные, серебро и бронза. Хочется поговорить немножко по поводу раскладки. Я обратил внимание, что сначала по эстафетам на Чемпионате мира по юниорам было 4 по 100 комплекс в миксе. Там проплыл 59-96 и начал 28-69, то есть немножечко поспокойнее, чем через 3 дня в эстафете мужской 4 по 100 комплекс. Вот. Там начал ты немножечко быстрее до 28-05, результат получился чуть хуже. Хочу спросить по поводу раскладки. У тебя, правильно ли я понимаю, что у тебя больше сотни идет на вторую половину дистанции? То есть больше ты на нее ориентируешься? Да, все верно, потому что полотенник брас у меня слабый. Ну, я не буду говорить, что у меня слабый. Конечно, есть люди, у кого полотенник брас слабее, но в мировом масштабе у меня полотенник брас очень слабый и, конечно, если сравнить со второй половиной, она у меня относительно полотенника, у меня она лучше. То есть вторая половина лучше. То есть, если комментировать мои раскладки на тех соревнованиях, честно скажу, я даже это не анализировал, но я точно помню, что форма начала чуть падать под конец соревнований, и вот этот результат в эстафете, он, знаете, так скажем, многие спортсмены не уделяют достаточно времени разминке. И на тех соревнованиях я проплыл сто брасом. Кстати, в той эстафете должен был плыть Илья Хоменко, но поскольку я был сильнее, он говорит, Сева, плыви ты, чтобы выиграть. Я такой, спасибо. Я это запомнил. Илюха, спасибо. И получилось так, что я проплыл сотню в финале и проиграл Илья. И проплыл через 20 минут в финале эстафеты. То есть я успел восстановиться, поскольку форма была очень высокая. И, соответственно, проплыл через 20 минут 50 дней в 9. Понимаете, это, конечно, было для меня удивлением, но это как раз таки говорит о том, что либо разминка плохая, либо может быть как-то психологически может быть меня что-то тогда задело в финале на 100 брасов. Очень интересно. Тут Кирилл Стрельников задал вопрос по поводу Юлии Фильмовой. То, что она тренировала со скоманом. И Кирилл спрашивает, обратил ли ты внимание на изменения в старте Юлии. Наверное, вопрос, скорее, Юлии нужно задать. Конечно, я вообще, в принципе, слежу за всеми спортсменами. Да, у Юлии, блин, я не хочу, на самом деле, комментировать. Вы знаете, это то же самое, как мне всегда говорили, что надо изменять старт, надо изменять старт, будем сейчас работать. Но по факту работы не было. То есть, понимаете, то есть, я не хочу, то есть, понимаете, скоман это скоман. Вот и все. Скуман это человек феноменальный, я так скажу. Да, первым, который плывет за счет фитнеса, понимаете, он не плавает 200, он не плавает 100, как плавает Юля, понимаете, он умеет делать старт. Да, он умеет. Вот и все. Низкий ему поклон. Я бы хотел так и делать старт. Да, первый человек на 50 бат из 23 на чемпионате мира в 2005 году в Монреале пропал. Да, и Брасом он тоже быстро в Москве как-то раз пропулся, 25. Честно, не помню, но там 25-4 точно у него было. То есть сейчас так же плывет на Мораностре, примерно. А это было там 9 лет назад он так плывет. Ну, или я не помню точно года, но тем не менее. Здорово. Плюс это мужчина, который намного сильнее. Девушки все-таки более мягкие. Да, но Юля, конечно, мягкая девушка железным характером. Как она? Согласен. Да, она, конечно, такое уважение вызывает просто бесконечно, особенно после Рио, когда она совсем справилась. Все вот, хочу тебя спросить про рост твоих результатов уже во взрослом возрасте. Завершая юношескую карьеру в 13-м году, ты сразу же влетаешь во взрослую сборную. После четвертого места на чемпионате России в 14-м году на 100 браз, одна ровно 76, ты едешь на чемпионат Европы в Берлин, где плывешь полотинник и сотню. И сотню ты занимаешь десятое место, но, к сожалению, третье среди российских спортсменов. Как тебе кажется эта система, когда на Европе может быть четыре человека от страны и заведомо, например, как в российском бразе, и в мужском, и в женском конкуренция высокая, работать приходится больше российским ребятам. Насколько тебе эта система кажется правильной? Кстати, очень много мыслей было по этому поводу, потому что такая же система была, если не ошибаюсь, на юношеских соревнованиях международных. Вообще, эта система правильная, на юношеских соревнований, это страхует сборную от ошибки, которую может совершить какой-либо спортсмен. То есть, условно, если есть три сильных спортсмена и один по каким-то причинам, допустим, не подготовился, то он просто уходит назад. Другой вопрос, если все готовы, то они борются за первое-второе место, потому что третий, даже если он в рейтинге третий, он уже не плывет, потому что от страны допускается только два спортсмена. Но надо признать, что не только в России такая история, такая история и в Америке, где весь условно, я так утрирую, конечно, четыре человека с финала могли бы плыть спокойно. В финале на любой дистанции уровень плавания намного выше. У японцев в России такая же ситуация, понимаете? То есть это такая квота. И я считаю, что надо уметь плавать всегда быстро. Первый раз, второй раз и третий раз. И побеждать сильнейший, кто-то, кто может выдержать это все. Понимаете? Вот и все. Так что так что хоть и жесткие условия, конечно, но в принципе ничего криминального я в них не вижу. По крайней мере, это страховка системы. То есть подстраховывается от провала какого-либо спортсмена. Вот и все. потом, если не ошибаюсь, перекратили вывозить несколько спортсменов, ну, больше, чем два, больше, чем два спортсмена на одной дистанции перекратили вывозить. Да, действительно, побеждает сильнейший спорт как раз вокруг этого принципа и крутится. Все абсолютно верно. Олимпийский сезон у тебя начинался относительно спокойно, ну, опять же, очень относительно. Сначала ты по короткой воде выигрываешь Москву 59-14, это пятнадцатый год, октябрь. Потом на чемпионате России по короткой воде плывешь 59-26, занимаешь шестое место. Потом у тебя был длинный чемпионат Москвы начало шестнадцатого, где ты плывешь только полтинник 28-99 и на чемпионате России выигрываешь с рекордом Москвы 50 брас 27-70 и завоевываешь бронзу с рекордом Москвы 27-70 и золото на 100 брас 59-72 и проходишь отбор на самый главный старт любого спортсмена Олимпийские игры. Нужно еще сказать, что после этого у тебя был Кубок России, ты за годы этого выиграл 100 брас 1-0-93 и здесь как проходящий старт завоевал бронзу 1-1-0-6. Олимпийские игры. Мне хочется тебя по этому поводу попросить тебя рассказать, что чувствует человек, который готовится к Олимпиаде. Насколько стресс нарастал? Насколько нет ли такого ощущения, проходишь мимо кондиционера, думаешь, ну вот только бы не сейчас заболеть. Это все потом, но не сейчас. Вот расскажи, что чувствует чемпион, который готовится к Олимпийским играм. Конечно, вот такая история, прям сразу вспоминаю, так приятно. концентрация высокая, стараешься не совершать ошибок, но ошибки, к сожалению, совершаются везде, как бы мы этого не хотели. насчет стресса, стресса особо не было, потому что мы достаточно в таких комфортных условиях существовали. То есть до чемпионата России мы были на круглом и после чемпионата России мы также приехали на круглое. То есть на самом деле по факту ничего не изменилось, только изменился состав людей. Конечно, радость безумная, когда ты понимаешь, что ты на высоте. Так, а теперь о подготовке. Сначала, конечно, как-то строишь планы, потом подготовка идет точно так же, на самом деле, плюс-минус. Работа над ошибками, естественно, как обычно. Теперь по поводу заболеть, не заболеть. Я не помню, болел я или не болел, я думаю, болел. И многие заболевали, потому что всегда период жестких тренировок сбои могут произойти, и на это надо делать расчет, на самом деле. То есть это надо иметь в виду и закладывать сразу это в программу, чтобы не было потом никаких удивлений. Насчет накаления страстей каких-либо. Поскольку спортсменов подстраняли, я, честно, от этой как-то далековато был, я не понимал, насколько все серьезно, я не понимал, что у нас не допустили всю федерацию легкой атлетики отстранили. То есть я не понимал, что на самом деле нас могут не допустить, и это было абсолютно реально, потому что сейчас мы именно в такой ситуации находимся. Что удивительно, кстати, для нашей федерации плавания. Теперь то есть на самом деле у нас был обычный рабочий режим у всех. То есть это кажется, что мы как-то должны в другом мире существовать, но понимаете, когда ты чего-то достигаешь, это было бы странно, я научился допустим читать в 3 года или в 4 и каждый раз этому радоваться. Это неадекватная история была бы. То же самое, если я отобрался и что, 4 месяца еще ходить и радоваться этому. Хорошая аналогия с темием. Ну это какой-то анекдот там был, когда мужчина включил лампочку дома и жена говорит, о, ты мой прометей, понимаете. Это неадекватно, понимаете. Всегда должно быть все адекватно. То есть поэтому мы привыкаем к тому, что есть. Это важно, понимаете. и чтобы как-то не думать о том, что ты особенный. Ну понятно, что это надо понимать, но менять от этого подготовку и ходить в розовых очках, конечно, это безумие. Сами олимпийские игры завершились, как мне кажется, очень удачно. Может быть, ты не согласишься, потому что полуфинал на олимпийских играх это очень крутой результат. Предварительно 59-91, в полуфинале немножечко похуже, одно ровно 79, виток 14 место. Что хочу спросить, я совершенно не понял, как так получилось, что в финале комбинированные эстафеты в предварительном забои был Антон Щупков. Почему не ты и не Кирилл Пригода? Как так получилась замена? Это решение главного тренера России. Он решил, что у Антона на самом деле очень хорошо вырос результат на 200. И было предположение о том, что у него может быть результат на 100 вырастет намного сильнее. Вот и все. Ну, соответственно, составник главного тренера это такой был ход, чтобы понять уровень спортсмена на 100 брасом. Вот и все. Вот так. Ну, и, соответственно, в финале мы считали время по... Вычитали из моего времени стартовую реакцию и по нулевой реакции смотрели его результат и мой результат. И, соответственно, у него чуть-чуть быстрее получилось. Поэтому по полуфону. Я не помню время, честно скажу. Я помню, что 59-9 минус моя стартовая реакция там проигрывал. Ну, незначительно, но, тем не менее, проигрывал. А полуфинал ты рассчитывал на больше или ты был доволен этим результатом? В полуфинале непосредственно. Да, но то, что ты прошел в полуфинал, что ты не просто участник Олимпиады, участник полуфинала, или ты был расстроен, что в финал не удалось попасть? Конечно, был расстроен, что в финал не удалось попасть. Но, чтобы попасть в финал, надо было быть по лучшему времени. У меня этого не получилось. Там, конечно, мне не хочется скидывать это на какие-то придумывать отмазки, но на самом деле там тактически было не очень правильно разложена дистанция, и у меня не получилось догнать. Все, все. То есть на том моменте, где я начинаю ускоряться в конце, на второй половине, у меня не получилось этого сделать, потому что спортсмены по бокам уже сильнее, и от них была волна, которую я не смог преодолеть. Вот такая история. Достаточно простая, банальная, но на таком уровне, к сожалению. И результат, естественно, на 0,4 хуже получился, или я не помню, 0,030 или 0,2. Да, у тебя получилось 1 ровно... Нет, подожди, 59-91 предварительный, 1 ровно 39 в полуфинале. Ну, считайте, почти 5... Очень много получилась разница. Всего лишь тактическая ошибка. Финал закрылся 59-45, да, 0,3 было от лучшего результата, нужно было немножко улучшать. В любом случае, это все равно очень здорово, что полуфинал, и впереди тебя ждал 2017 год, не менее удачный. На чемпионате России ты делаешь золотую дубль, выигрываешь в полотеннике и сотню, 50 это пока твой лучший результат, 27-20, и сотня 59-66 улучшаешь по сравнению с прошлым годом. И отбираешься на чемпионат мира Будапешт, первым номером нашей сборной 50 и 100. И у вас очень красивая была тогда борьба в 17-м году на России на полотеннике с Кириллом Пригодой. Он в полуфинале бьет 27-12 рекорд России, ты в финале оказываешься более стрессоустойчивым, выигрываешь. И на чемпионате мира ты также дважды выходишь в полуфинал на полотеннике и на сотне. Причем на 100 ты плывешь с лучшим результатом, 59-56, в предварительном заплыве входишь в полуфинал с 8-м результатом и по итогу оказываешься 13-м. Но два полуфинала у тебя тоже есть. Я там не был в полуфинале, мы боролись за 16-е место, за право плыть в полуфинале втроем. Точно, да. И мы втроем все одинаковое время показали в предварительном. Но я в итоге проиграл. Вторым я стал или третьим, я не помню уже. Да, все было точно. Я сейчас у себя увидел, что парень из Словении три сотых у тебя выиграл, ты второй, да, оказался. Это как раз тот парень, с которым мы были заняли второе место в Познане. Как тесен мир, понятно. Ну, конечно, тесен мир. Немножечко Европа. Да. Все понял. Теперь вы, наверное, хотите узнать, почему в полуфинале было слабее на 2-десятые, чем в финале, верно? Ой, чем в предварительном. Я даже, если можно, хотел бы немножечко... Да, хотел задать этот вопрос, а сначала хотя бы немножко другой. После Олимпиады многие спортсмены говорят, что очень сильно придавливают психологически, но у тебя получилось, что 17-й год с двумя золотыми на России и двумя личными видами на мире получилось еще дальше продвинуться и по результатам тоже. Вот, ты это переборол в себе или на тебя эта штука не накатила? После Олимпиады. Опять же, это такие же рабочие моменты, как и в юношеском спорте. То есть ты тренируешься, продолжаешь и получается результат. Все. Вот так выглядит. Теперь по результатам. Да, Чемпионат мира. Да. Я гидрокостюм люблю достаточно плотный, который имеет, скажем так, высокую степень компрессии. И я его, естественно, поздно надеваю. И я его надел, прям вот первый полуфинал вышел, и я начал подтягивать гидрокостюм, и он у меня разорвался. Все. И, соответственно, я начал переодевать. Это был гидрокостюм, в котором я полуутром. Он был мокрый. Но, тем не менее, эта немножечко ситуация, возможно, сделала свое дело. Ну, все равно 59.7 – это хорошее время. Более 7, конечно. 59.5. Для того времени. Сейчас, конечно, это уже слабо, но... Ну, результаты, да, растут, конечно, в мировом плавании. Это безусловно. Хочу задать вопрос. На короткой воде есть ощущение, что тебе немножечко более комфортно выступать по длинной воде. Хотя в том же 2017 году ты довольно удачно продолжил традицию улучшения твоей, установление твоих личных рекордов. На короткой России две бронзы, полотенники сотня с двумя лучшими для тебя пока результатами. 57, 43, 26, 53, плюс два золота в двух эстафетах. Почему для тебя, как тебе кажется, почему для тебя длинная вода более предпочтительнее получается, чем короткая? Потому что я не умею делать хорошо элементы. То есть, поворот, старт, поворот, выход. Я их делать не умею. Вот и все. Или, скажем так, может быть, я их умею делать, но не на таком уровне, как делают их другие. Почему? Потому что я всегда тренировался в длинном бассейне. А фаворит, конечно, имеют те, кто больше тренируется на короткой воде. По поводу дисциплин. Безусловно, ты брасист, очень крутой брасист. Я обратил внимание, что ты периодически заявлялся на полотенник вольный или на 200 комплекс, но чаще не выходил на них. Например, на ЧП «Москвы» в 2013 году, в 2015-м 200 комплекс, 50 вольный не стартовал. Полотенник БАД плыл на России по короткой в 2017-м году. А еще, кстати, полотенник вольный ты плыл на отдельное противостояние. Хотел тебе задать вопрос, ты там уже был дважды. Международная встреча в Минске на призы Сергея Коплякова. Если не брас, то какой для тебя способ на втором месте? Мне кажется, никакой. Все одинаково. Понятно. Если не брас, то ничего. Ну да. На самом деле, конечно, я кролем плаваю. Ну так, в смысле, на тренировках не скажу, брасом плавать. Но всеми остальными мне очень тяжело плавать. Баттерфляем, к сожалению, не получается плыть. Это очень силовой вид спорта. на спине вообще отдельная история. Хотя раньше, кстати, плавал на спине больше. Сейчас уже меньше. Ну то есть, на самом деле, так вот фаворита уже нет. Сразу говорю. Почему я заявлялся на эти старты? Это желание и мое, и тренера. Ну это, знаете, связано с тем, что такое общее восприятие ситуации, что на то время было, что надо плавать больше. Понимаете? Но на самом деле это не так. И хорошо, что я не уходил. Вот и все. Так и так получилось. Я на самом деле не специально это делал. Не был в состоянии. Но тренеры, понимаете, им же интересно посмотреть, как спортсмены проплывают и другую дистанцию. Понимаете? Ну, мне было не очень интересно на самом деле. Конечно, я заявлялся, но потом не хватало сил, скажем так. А какая сотня брата для тебя была самая тяжелая в твоей карьере на данный момент? Вот чтобы ты прям еле доплывал. Может быть, по юниорам это когда-то было или по взрослым? Еле доплывал. Ну вот прям очень тяжело, чтобы когда было прям вот руки, чтобы все закислилось, чтобы прям больно было максимально. Ну, вы знаете, это вообще говорит о неправильной подготовке уже, когда такая ситуация происходит. обычно происходит такое, так, надо вспомнить. Честно, не могу сказать, наверное, такие моменты не запоминаются у меня, потому что все лучшие результаты, в принципе, плюс-минус налегке были показаны. То есть, ты доплываешь, касаешься, реализовываешь себя. То есть, конечно, тяжело, но не так, чтобы прям еле-еле, потому что, когда еле-еле, человек уже не плывет, понимаете? То есть, все уже, он стоит на месте. Вот так. Так что, наверное, на двухсотки на какой-нибудь, по-любому. Ну, в смысле, на сотни такого не было. На сотни не успеваешь еле-еле доплывать. Ну, в общем, вот так. Не было такого. А на сотни ты считаешь количество грибков на соревнованиях? Раньше я считал, сейчас не считаю. Как получается, так получается. То есть, спортсмены как-то раскладывают себя. Вообще, это правильно, на самом деле. У меня такого нет, потому что у меня очень сильно прыгает состояние от хорошего плавания, такого гладкого, скользючего, скажем так, до такого топорного. Понимаете? Ну, потому что я не очень оптикальный спортсмен. то есть, у меня грудная клетка очень сагитальный размер и очень высокий. Ну, большой в смысле. Всего-то. Если сегодня будет финал на 100 браз, то какой будет твоя разминка на важных для тебя соревнованиях? Я думаю, что разминка будет стандартная, как и на обычной тренировке у меня будет разминка. Ну, просто чуть короче. А сколько ты примерно, если можно такой вопрос задать, делаешь разминку перед сотней? Тысячу метров я разминаюсь. Примерно. Стараюсь размять все, пройти плюс-минус все зоны мощности в разных пропорциях. И все. Этого достаточно. И не сделать так, чтобы устать. Если в конце этой разминки ты устал, значит, ты не готов. Все просто. Но все равно плыть надо. То есть, скажем так, я бы делал бы и поболтать на бортике. Конечно, конечно, Саша. Ну, то есть, разминка стандартная. Всегда придумывают, ничего не нужно. Я так спокойно к неразнообразной разминке отношусь. То есть, ровно абсолютно. А используешь ли ты жгут на тренировке? Я вот не уверен, что я правильно обозначил эту машину. Да, все правильно. Жгут. Да, я использую для разминки плечей. Плечи. Для разминки плечи я использую жгут перед тренировкой. если необходимо и после. Потому что у меня были травмы плечей. А в воде, вот когда привязывают к поясу с одной стороны и к тумбочке. Вот такую штуку на тренировке. Да, я использую тоже достаточно редко и ближе к соревнованиям. Это силовая выносковость. Она не тренируется, либо просто сила. То есть, это момент перекладывания переложения сил из зала в воду. Скажем так. То есть, это на самом деле очень важный этап, но на самом деле можно его обойти, потому что на резине не всегда удобно плавать. Но так она в принципе в тонус вводит. То есть, я рекомендую, если кто-то меня спрашивает, плавать на резине или нет, я рекомендую плавать на резине молодым спортсменам. Входить в тонус. Еще хотел тебя спросить, а за сколько примерно на соревнованиях ты вылезаешь из воды после разминки и перед самим заплывом? Сколько проходит времени обычно? Примерно сорок минут. Ну, то есть, плюс-минус всегда одинаково. То есть, за час прыгаешь, за сколько километров я прыгаю, ну, если за 15 минут проплыву, ну, что редко бывает, то за 45 вылезу. Если проплыву за 20, то за 40 вылезу. Ну, то есть, вот так. Плюс-минус. Еще хотел с тобой поговорить по поводу соревнований. Ты дважды участвовал в плавательном кубке, если правильно произношу название, в 18-м году и в 19-м. Как раз это было перед кубком Сальникова оба раза в декабре. Эти соревнования, они для тебя возможность про стартовки или там какая-то супер-классная атмосфера, куда ты хочешь возвращаться, и тебе там просто очень нравится. Там классная атмосфера, во-первых, во-вторых, там интересно, плюс путешествия, я это поддерживаю, плюс дополнительный старт, но на самом деле кому как удобно. Вот так вот, я просто хотел съездить, я соответственно съездил. Причем в прошлом году ты там выигрывал по лотиннику сотню и 200, и на 200 с очень хорошим результатом 2.12, у тебя правда лучше 2.9.17 по короткой воде в шестнадцатом году на чемпионате России, там на 3 секунды похоже, но все равно результат хороший, особенно для того, кто специализируется на полотиннике и на сотне. Да, я там спокойно пропал на 2.11. На самом деле. Но все равно хороший результат. Это если что по короткой воде для всех. Да, для меня это хороший результат, я был доволен. Это говорит о том, что подготовка в принципе идет в правильном направлении. и хорошее время это лишь вопрос времени. Хотел еще тебе задать такой вопрос. Когда ты был в более младшем возрасте, был ли в мировом плавании какой-то спортсмен, с которым тебе бы хотелось пообщаться, посмотреть, как он живую плывет? Может быть, брасист или вообще кролист? И получилось ли, если у тебя был такой человек, с ним потом пообщаться? В целом, да, конечно, фавориты для меня есть и были. В то время, конечно, это был Китаджима. Конечно, у меня не получилось с ним пообщаться. Потом интересно было пообщаться с Романом Слудовым. Я также с ним не пообщался, потому что он не... на тот момент, когда я уже, скажем так, входил в осознанный возраст... Он закончил уже? Не-не, он как раз был на завершении карьеры. То есть, соответственно, не получилось пообщаться. А так, в принципе, на самом деле не было такого. Конечно, Майкл Фелпс, я когда-то раз подошел к нему, попросил дать автограф, и он меня отослал, скажем так. Ну, что делать? И такое было. Вот, это было на этапе Кубка Мира в Москве. Не помню, 11-й год, что ли, был или 12-й год. Не помню. Такое. В 12-м, кстати, у тебя бронзовая медаль была на этапе Кубка на 4 по 50 комплекс в Миксте. Ты плыл? Я там, я утром плыл, ну, тем не менее, полноценная медаль в любом случае. Все вот, я задал вопросы, которые хотел тебе задать. Хочу тебя еще раз поблагодарить за то, что ты согласился и нашел время на интервью. Тут очень активная дискуссия в комментариях у Кирилла и Софьи. Ну, хорошо, что она есть. Софья рекламирует свой прекрасный магазин и салат с майонезом. Отличный. Мне хочется пожелать тебе дальнейших успехов. Красивая борьба, это всегда замечательно, в нашем российском брассе она всегда есть, и от этого смотреть и болеть еще более интересно. Спасибо тебе большое за то, что нашел время. Взаимно. Спасибо большое, спасибо за интересное интервью. Я тебе сейчас пришлю к конспекту по доброй традиции своих интервью, с твоими результатами. Может быть, тебе что-то будет интересно еще по вспоминаниям. Спасибо большое, спасибо, мне очень интересно. Сам никогда такой анализ не делал. Хотя спортивный дневник ввиду с этим, ну, так, знаете, нет такой статистики, там столько-то мест, там столько-то нет такого. Теперь есть, и я буду периодически обновлять в соответствии с своими новыми результатами. Спасибо большое, спасибо, Кирилл. Ребят, спасибо большое, кто смотрел за ваши вопросы, комментарии и сердечки. Это очень приятно. Спасибо, все. Будем прощаться. Хорошего вечера, удачи всем. Спасибо. Пока. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok